Всем привет, дорогие друзья! С вами The Station, отче в шляпе, Никита в футболке, а это значит, что правильно, это Звёздный Войн. Пока Данька, собственно говоря, проникается нашей историей про Дарта Вейдера, которая даже начинает ему потихоньку нравиться, ну да, она после середального перелёта, в принципе, ему заходит нормально. Мы с Никитой, тем временем, решили погрузиться в глубины нашего старого доброго Old Republic, потому что роковой альянс рассказан, теперь идёт следующая книга, это, собственно говоря, наш старый добрый знакомый Дрю Карпишин, который написал Дарта Бейта, который сделал ещё всяких много интересных вещей, и также он написал следующую книгу из цикла Old Republic, которая называется Уничтожение. Кого? Всех. Ага. Вот, чем эта книга интересна, помимо своей истории, конечно, собственно говоря, интересна она тем, что в ней присутствуют практически все, наверное, персонажи, ну не все, как бы, но большинство ключевых персонажей игры Old Republic, ММОшки, здесь можно встретить. У нас здесь и Сатил, у нас здесь и Малгус частично, у нас здесь и Терран, у нас здесь и этот хуй, который в катсцене гранатой в Малгуса кидался. Я понял. Вот, и прочие, прочие, прочие интересные персонажи, собственно, вот, начинается книга с прологом, естественно, как и в Вархаммере в Звёздных Войнах это дело любят, на самом деле. Всегда есть пролог, и мы с вами отправляемся в год 3666. Ну да, мы же только что считали. Да, до битвы заявлен 4, соответственно, сейчас идет период, как раз таки, войны между империей и республикой, очередной. Вот, но нас пока не интересуют боевые действия, как бы, хоть они ведутся очень активно, как бы, нас интересует одно очень интересное местечко. Некая планета. Не может быть. Естественно, знаешь, как в Звёздных Войнах всегда у нас опускается камера, и мы видим с вами некую планету. Название нам ее не говорят, как бы, ну, она, конечно, не безымянная, то есть, оно там, какое-то название у него, конечно, есть, просто нам об этом, как бы, автор не считает нужным сообщать, да и нужна нам, буквально, вот, на 5 минут, собственно говоря. Просто посмотрите, кому планета. Да, мы пролетаем над ее поверхностью, которую, кстати, тоже здесь не описывают, поэтому, ну, предположим, там красивые хвойные леса, значит, горы, водопады и озера, вот, и мы с вами оказываемся в небольшом горном хребте. Вот, значит, горы, скалы, все красиво, белые шапочки на вершинах, вот, и слышим мы где-то, ай, блядь, как мне больно! Это Кербит. Вот, собственно говоря, глядь, а в скале дырка, пещера. Вот, мы к ней поближе, значит, подлетаем, заглядываем внутрь и застаем там двух человек, людей, пипель. Вот, а именно, мы оказываемся в этой пещере, она такая, типа, полутемная, ее освещают именно вот эти люминесцентные фонари, которые здесь стоят, собственно говоря, чтобы совсем-то башкой на сталактиты и сталлюми-то не натыкаться. Вот, и мы видим одного персонажа, это мастер-джедай. Мастер-джедай, который в своем традиционном халате, да, зовут его мастер Нганижо. Нганижо, собственно говоря, я так и не понял, ксенос он или нет, как бы, но вроде чел да чел. Вот, ну, в принципе, можно погуглить, может, там картинка какая-нибудь его будет. Вот, он стоит немножко взволнованный, естественно, такой, типа, сатил, все нормально, дыши, 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 все хорошо. А сатил, походу, было плохо. Да, а рядом с ним на каком-то куске камня, собственно говоря, расстелено одеяло, и там лежит сатил, лицо ее перекошено болью, она такая, блядь, как же мне хуёво, дай мне чё-нибудь. Он такой, сила, сатил, сила, она такая, хуила, дай мне валюм, блядь. Он такой, все нормально, дыши, ты главное, дыши. Она такая, а-а-а-а-а. Она, конечно, типа, дышит, обращается к силе, начинает читать мантры, что нет эмоций, есть покой, и немножечко это помогает. Боль чуть-чуть утихает, но все равно корюжит ее, будь здоров, на самом деле. В это время, говорит нам сатил, галактика раздирается войной, сходятся и расходятся армии республики империи, пиздецы ситы и джедаи, значит, везде льется кровь, огонь, дым, пепел, планеты пылают. Вот, на протяжении этого конфликта она уже потеряла многих друзей, убила многих чужих друзей, собственно говоря, и ситуация, конечно, неприятная. Вот, но сейчас для нее важно не это. Вот, она опять закрывает глаза, снова обращается к силе, пытается, как бы, ну, сконцентрироваться на ней, пытается боль свою унять, как бы, все равно все тело, конечно, разрывает невыносимое агонию, она такая, типа... Вот, а рядом, собственно говоря, стоит наш мастер-джедай, Жо, и такой, типа, Сатил, все нормально, слушай ему голос, все хорошо, ты, главное, расслабься, хорошо, говорит, уже почти все, уже все, говорит, давай, вот ты сейчас... А что с ней? Ты, говорит, расслабься, она такая... И такой, а теперь, говорит, давай, тушься со всех сил! А-а-а! Она такая, бля-я-я-я! Она ки-и-си поела вчера. Вот, и она бессильно откидывается на это одеяло, на котором она лежала, все тело ее покрыто испаренной, и пещера оглашается первым звуком. Вот, и Жо поднимает поросенка. Утром у меня вышла черепаха. Ну нет, конечно. Ну вот, мастер, соответственно, джедай заворачивает ребенка в какую-то там тряпицу. Ну вот, он перерезает пуповину. Начал удобно, сразу и прижжет. Да, конечно, вот, собственно говоря, перерезает пуповиночку, держит на руках ребенка, такой, типа, не-не-не, не-не-не. Он такой, типа, садил, говорит, это же мальчик, у тебя сын. Он дает ей в руки ребенка, она его берет, такая, типа, млядь, о, ничего, такой, кстати. Прикольный так-то. Она смотрит на него, и тут у нее возникает проблема. Ну, вроде ребенок прикольный, тудым-сюдым, и она такая, а что, говорит, а где? Где мой этот-то инстинкт материнский? Что ее просто, как колоду, собственно говоря, держу. Вот, и тут нам, конечно, напоминают немножко прошлое. В общем, взлетела она. Да ладно. Мастер Жои, как раз-таки тоже, говорит, Сатил, а ты, может, это хотя бы скажешь, кто батя, то, чтобы мы ему, не знаю, открытку поздравительную отправили. Уведомления там. Не важно, говорит, кто его батя, говорит, ну, батя, да батя, что, как бы, собственно говоря, ну, родила, да родила. Она, как Шми Скайуокер, я его сама, нахуй, зачала, сама выносила, сама родила. Нету у него отца. Да-да-да-да. Вот, и нам и рассказывают, собственно говоря, что Сатил Шан – это все-таки герой республики, в конце концов. Она там на каждых плакатах, на агитберекламках, там, типа такая, бьюй, империю. Вот, и беременность была не очень к месту, ну мягко говоря, да. Потому что, с одной стороны, в старой республике джедаям было плевать, ты плодоносишь или нет, хочешь рожай, хочешь не рожай, хочешь женись, хочешь чудей, ну как бы вот, пожалуйста, развлекайся. Вот, а с другой стороны, она как бы при этом еще и боевой офицер, она руководит армиями, она там опять-таки на плакатах, и с пузиком как бы ходить это не очень круто. В общем, до последнего она скрывала свою беременность. Ну под халатом удобно. Ну да-да. Но когда уже, ну вообще было невозможно уже скрывать, когда нужно было говорить, что либо я пиздец, как люблю гамбургеры, либо что я беременна, она поняла, что про гамбургеры врать она не хочет, поэтому обратилась как раз-таки к мастеру Жо, и он под предлогом сверхсекретной тайной сверхоперации, короче, вывез ее с планеты и сказал, там Сатил, блядь, короче, будет миллион ситов резать, в общем, ее не отвлекайте ближайшие там, ну 4 месяца, грубо говоря. Вот, и притащил ее сюда. Она, значит, рожала. А по уютной пещеры не было? Ну какая была. Знаешь, как бы любая пещера для родов не очень уютная, но тем не менее. Падма там вообще, помнишь, рожала, блядь, у нее там это, значит, такие ха-пи-пи-пи-пи-пи-па, она просто не хочет жить. Да-да-да-да. Так что хуй, пещера может и получше, возможно, белки бы лучше спрятались. Вот, и ЖО, соответственно, как бы она держит ребенка на руках, мастер на нее смотрит и говорит, ты уверена в своем решении? Ты точно, говорит, не хочешь его пересмотреть? Она такая, фу, блядь, нет. Нет, говорит, не хочу. Вы дали слово, что возьмете его. Он такой, говорит, ну да, так я и сделаю. Она такая, ну на тебе тогда. Он забирает, говорит, да-ка что это, ты уверена, что не стоит сообщить отцу? Она такая, не-не-не-не, он хороший человек, но в его сердце есть тьма, поэтому, говорит, не надо ему об этом знать. Он такой, ну хорошо, говорит, как его имя-то? Она такая, да что ты доебался, как его имя? Он такой, да не его, его! Его имя как? Как назовем-то? Она такая, называй, говорит, что как хочешь, мне в принципе до фени. Он говорит, ну ни хера себе, он же с тебя вылез, давай к тылу хотя бы имя-то придумаешь ему. Она такая. С тебя вылез? Ну, говорит, я не знаю, Миша. Он такой, не хуйня. Она такая, назовем его Террен. Какой разбег от Миши до Террен? Да. Он такой, ну окей. И на этом пролог, в принципе, и заканчивается у нас. Заканчивается на этом пролог, и мы видим Наршада. Мы с вами оказываемся в системе хатов, оказываемся на планете Наршада, которую некоторые люди по непонятной причине сравнивают с Корусантом. Ну, как правило, так говорят те, кто на Корусанте никогда не был, собственно говоря. Потому что Наршада это, знаешь, такая типа, если у нас Корусант это сын маминой подруги, то Наршада это вот ты. Спасибо. Ну, не конкретно, а ты. Это такая всратая планетка, которой руководят хаты. В основном ее контингент это гангстеры, контрабандисты и прочие нечистые на руку личности. И да, она густо заселена, густо застроена. Там города, собственно говоря, там тоже вот эти шпили бесконечные, башни, небоскребы. Но только там еще прикольная такая фишка, что при этом все это размазано по всему. Поэтому еще размазан самострой различный. То есть, блядь, у тебя гигантский шпиль какой-нибудь, там небоскреба, а от него там какие-то домики, ларьки, какие-то маленькие контины. В общем, кто на что гараж. И при этом как бы у них нет какого-то одного архитектурного выдержанного стиля, поэтому если ты строишь там какое-то здание, ну вот решил ты построить там, не знаю, контину себе. Один построит просто, знаешь, какое-нибудь заведение, там, какой-нибудь Пушкин в Москве как бы, ресторан, а другой построит какую-нибудь стрипуху из Лас-Вегаса как бы. И вот это все приобретает очень интересный ансамбль. Вот. И по одной улице, собственно говоря, она не очень широкая, но здесь она считается прям таким хорошим проспектом, потому что она освещена. Она освещена как бы и здесь скорее всего на улице тебя не запиздят до смерти, как бы в отличие от самых переулков. Поэтому здесь худо-бедно безопасно, народ ходит в разные стороны, очень много людей, очень много как бы различных инопланетных представителей, как бы в общем полный калейдоскоп рас, видов, цветов, щупалец, лап, ног, ртов, лиц. Вот. И через толпу, аккуратно лавировая, идет юноша. Юноша. Теран Шан. Тот самый. Ему уже 20 лет. Он такой... Идет, значит, себе спокойненько по улице, у него в ухе лавировок с бусина. На нем какая-то, собственно говоря, одежа. Гражданская одежда, скажем так. Ну вот он идет по улочке. Он идет по улочке и как раз таки рассуждает на тему того, что, ну типа, что это хуйня, а не корусант, как бы если сравнивать. Потому что корусант это все-таки столица в республике, ее делали именно там архитекторы, гениальные эстеты, как бы и там, значит, все проспекты прямые, все дома, значит, в одном архитектурном плюс-минус ансамбле, значит, все очень миленько, везде газончики, дети улыбаются, мамы смеются, естественно, в песочнице играя. Вот. И что, кстати, говорит, самое интересное, это правила дорожного движения. Они там есть? Они там и есть, говорит, да. Потому что когда ты там на корусанте из какого-нибудь административного здания смотришь на как раз таки поверхность, там ровными четкими линиями, вот как в кино мы видели, значит, перемещаются транспортные средства. Здесь как бы ПДД как, знаешь, в каком-нибудь там, блять, Нью-Делли, короче. Бангкок. То есть, его просто нет. Все летят, блять, куда хотят, они такие, а что, небо общее? А где ты видишь разметку в небе? Да-да-да-да, поэтому все летят как хотят, куда хотят, как бы и на чем, собственно говоря, хотят. Вот. Как раз в подтверждение своих слов Террен говорит, ну, типа, отмечает, что он идет и над прохожими, которые идут по улице просто проносится пятерка каких-то малолетних, дебилов, вот, на каких-то свупов, ну, это, скутеры с книги Боба Фетта, они такие, уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. У него на боку висит бластер. Ну, я думаю, на этой плате без бластера никуда. Ну, да, ну, в принципе, как бы, в принципе, на наршада, как бы, если ты вышел на улицу без бластера, как бы, ну, есть хорошая вероятность прийти домой без штанов. Вообще не прийти. Или вообще не прийти, да, как бы. И также у него на поясе есть некий нейробраслет специальный, про который чуть позже мы расскажем. Вот, значит, он идет, и тут ему как будто в затылок прям иголочкой кольнуло, и он такой, а ведь следят за мной. А, сука, интересно, интересно. Идет, он не оглядывается, естественно, он профессионал, в конце концов. Идет такой, думает, хм, кто же эту суку послал? Хаты, разведка, имперская разведка. Говорит, да нихуня, этого имперцев уже разведки-то нет давным-давно. Говорит, непонятно, кто за мной идет-то. И он, значит, идет, и в витринах магазинов пытается, ну, посмотреть, что там позади него. Вот, меняет темп различными образами, то останавливается, то ускоряется, и в определенный момент он видит, как за ним шагает, собственно говоря, пока никого не видит. Потому что, говорит, в этой толпе, как бы, хер кого разглядишь, Плюс еще здесь все, абсолютно, все стены завешаны неоновой рекламой. Тут вообще ни хрена не видно, как в каком-то дешманском клубе, знаешь, просто вот, калейдоскоп цветов, нихуя не понятно. Вот, ну и, собственно говоря, он слежку-то, как бы, заметил, только потому что, по сути, он ее почувствовал. Вот. Мастер Нганижо, который его воспитывал, он, конечно, все это бы сослал на предчувствие силы, скажем так. Но, собственно говоря, несмотря на именитых предков джедаев, ну, типа Террен знает, чей он сын, к счастью или к худу в ордене джедаев он не состоял. Он вообще силы не ощущал, он был нечувствителен к ней. Ну, повезло, повезло. Он такой, ну, сила да сила, я ее рот ебал, как бы, я лучше из бластера постреляю, всяко веселее. Он идет, собственно говоря, опять там рассуждает за жизнь гуманную, за кашуманную, вот, и как раз таки тоже смотрит на местный контингент, видит, что там ходит множество рабов. Вот, ходит множество рабов, как бы, потому что рабство в системах хатов, как бы, оно законно. Это нормально. Это нормально, да. Он как раз таки вспоминает, что с момента подписания Корусантского договора, а это было еще в тот период, когда у нас МАГУ столько поднимался по карьерной лестнице, да-да-да-да, вот, и он вспоминает как раз таки, что когда подписывали Корусантский договор, как бы, хаты, они сказали, типа, нам похуй на ваши там вот эти красные и синие, как бы, мечи, мы придерживаемся нейтралитета, нам, в принципе, по барабану кого грабить. Как бы, но при этом, как бы, будем дружить со всеми, короче, в общем, они такие хитро сделанные ребята, и как раз таки за счет вот этого нейтралитета, за счет лояльности к различным группировкам и прочего, здесь расцвели вот эти, собственно говоря, рабо-дорговцы Черного Солнца, там какие-то радианские пираты, твилетчики проститутки, короче, ну и вот это все такое прочее. Вот, и республики, ну, типа, в империи тоже было рабство. Ну, да. Как бы, там рабы есть, поэтому империи было плевать по большому счету. Республике это, конечно, не нравилось, потому что номинально в республике рабство было запрещено. Но, как бы, де-факто это все-таки было такое, и на хатские делишки они смотрели, как правило, сквозь пальцы. Ну, а что они ему сделают? Они в другом городе, замат, извини. Вот. Единственное, когда республика реагировала, это когда к хатам попадали пленные республиканские солдаты, и их хотели продавать в рабство. Вот тогда республика реагировала. Причем реагировала она как? Она не так, чтобы они на танки въезжали в здание и такая, ну-ка, нахуй, освободите наших пацанов. Нет. Они по возможности пытались этих рабов либо выкупить, либо выкрасть. Но если это не получалось, они такие, ну, нет, так нет. Ну, блин, ну, нет, как говорится, и гильотина нет. Но при этом у того хата, который их продал, потом внезапно начинались проблемы очень серьезные. Он там куда-нибудь летит на своем кораблике, как бы, его там по 10 раз, как бы, космическая ГАИ остановит, по 10 раз перетряхнет, что-нибудь интересное найдет, как бы, где обычно не заглядывают. Вот. И, в общем, максимально усложняли после этого жизнь. Поэтому хаты старались все-таки, да, вот в такие вот прям совсем грязные дела, типа, там, торговля именно пленниками, они старались туда не соваться. Ну, вот. Значит, он идет и... Ну, при этом он и оговаривается, что с другой стороны, если сумма будет предложена хорошая, как бы, хату, в принципе, плевать. Как бы, они, блядь, за деньги все что угодно сделают. И, возможно, говорит, сейчас как раз-таки такой случай, говорит, возможно, за мной следит кто-то, кого нанял. Морба. 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 Такой вот он, да. Ну, пока не понятно. То ли за ним, он послал за ним кого-то следить, то ли он послал его убить. Хуй его разберет, собственно говоря. Вот, и он выходит на большую площадь, собственно говоря, идет там дальше по своим делам, и тут он снова видит статую, которую он уже несколько раз видел, но она каждый раз его восхищает. Он видит отлитую из чистого золота статую, там, какого-то хата по имени Караги, Караги непреклонный, вот, это статуя из чистого золота высотой 100 метров и в ширину, как ты понимаешь, гораздо больше, потому что это хат, да, вот, она там на золотом постаменте, все очень пафосно и красиво, как бы, да, с учетом того, что это наршата и экология здесь говно, большая часть этой золотой статуи покрыта каким-то налетом, собственно говоря, выхлопных газов, да, но, тем не менее, она... Да и животных налет там тоже есть. Ну вот, но в другом случае, по сравнению с остальными местными зданиями, она прям сияет, скажем так. Вот, и он, обходя эту статую, вглядывается в какую-то, собственно говоря, начищенную до блеска табличку, смотрит в ее отражение и видит, как возле одного из переулков какая-то фигура шмыгнула в дверь, видимо, тот самый преследователь, собственно говоря, и он такой, ну ладно, говорит, хорошо, он смотрит дальше и никто там больше не шмыгает никуда, поэтому он привык такой, типа, ну, одиночка, значит, может быть грабитель, может хуй знает кто, если, говорит, он один, и он, типа, его отправили меня убрать, значит, убийца подготовленный, ну, типа, вряд ли какой-то наркоман пошел бы его в соло валить, собственно говоря, ну, и он подумал такой, что, ну, а хули, говорит, если он за мной следит и он выжидает момента, говорит, то пора играть тогда по нашим правилам, зачем выжидать момента, когда я могу этот момент сам создать? И он идет в тот переулок, куда шмыгнула тень в дверь недалеко, он идет туда, такой, хахахай, ратата, И тут у него локс бусина. Он такой, да что ж такое-то. Нажимает, он в принципе уже знает, кто звонит. У него, конечно, есть определительный номер на панели. Но и так, в принципе, понятно, потому что только один человек знал личный номер. Вот. Он нажимает кнопочку, такой типа, принять вызов. Кнопочка такая, поняла. Принимаю. Принимаю, говорит, да. И такой, о, директор, говорит, здравствуйте, здравствуйте. Давненько мы с вами не созванивались. А что это вы от меня хотите? Ну вот. И в ухо его раздается голос главы службы стратегической информации республики. Он такой, террин, ёб твою мать, ты где? Он такой, как это где? Он идет по этому темному переулку и слышит, как сзади шаги за ним. А он прям болтает, знаешь, делая вид, что он на разговоре с Ретощин. Он такой, как это, говорит, где? Говорит, я в отпуске. Полетел, так сказать, минеральных вод побить. По галактику посмотреть, себя показать. И директор такой, говорит, о, да, забавно. Мне как раз доложили, что один из наших оперативников рыскает по наршада. Он такой, да? Ну, наверное, это я. А что, говорит, у нас я и вот наршада. Значит, собственно говоря, тоже могу, в принципе, осматривать. Говорит, знаете, какая статуя золотая пиздатая стоит. Говорит, а что вы вообще за мной следите? Он такой, так, блядь, ты не передергивай. Мы служба разведки. Как бы это, блядь, наша задача следить. Так что, говорит, что ты там делаешь-то, ёб твою мать. Он такой, а что я тут делаю климатом наслаждаюсь. Говорит, тут смог, говорит, такой, вдохнул, как будто поел. Говорит, мне, в принципе, это все нравится. Он такой, ой, говорит, ты мне-то не залечивай, говорит, пиздюк малолетний. Ай, муж 20. Да. Он говорит, мне-то сказки не рассказывай. Во что ты фит впутала тебя на этот раз? Он такой, да, говорит, во что, говорит, она впутала. На него что не впутала? Так, помогаю ей по мелочи. Он такой, она знает о твоем присутствии на планете? Он такой, да нет, конечно, мы с ней не очень хорошо расстались в последний раз. Так что не хочу ей пока светиться. Говорит, так вот, помогу, чем смогу. Говорит, и потом это, спокойненько в тень укачусь, говорит, никто ей ничего не заметит. Он такой, говорит, слушай, ты с этой твилечкой, блин, своей, заебал уже носиться. Говорит, она же контрабандист. Говорит, отброс общества, можно сказать. Говорит, что ты вечно, блин, как курица-наседка, как бы, оберегаешь ее? Он такой, ну, я же вам уже говорил. И еще раз повторю, что она профессионал. Однажды ее услуги могут нам пригодиться. Хорошая поддержка в будущем не помешает. Ну, что-то они там продолжают перебранку свою. Вот, и этот директор ему говорит, так, говорит, все, говорит, хорош пиздеть. Я приказываю тебе покинуть наршада, ради твоего же блага. И Террен хотел уже было что-то ответить. И чувствует, как, мол, вбок, клиночек уперся. Затки. Да. Клиночек уперся, и сзади раздается басовый голос такой. Только дернись, и ты покойник. Он такой думает, ебать, как он ко мне так подкрался-то. Вот я олень, конечно. Он такой, и он делает так. Довара закладкает зубами. У него там имплант, который типа телефон выключает. Это фильм такой был два нуля. Он в зуб себе вживил, ноги, и у него постоянно вибрирует. Ну, на самом деле, у него много достаточных имплантов различных. У него размазано по телу, потому что у него там всякие телефоны, хуифоны. Он же типа агент разведки. И управление там как бы тоже на кнопки на голове не понажимаешь. Поэтому там надо зубами клацкать, языком щелкать, глазами моргать всякое разное. Ну, и он такой, типа, брось ствол. Он такой, так я же руки поднял. Ну, опусти. Он такой с пояса снимает кобуру с бластером, бросает. Такой, он говорит, ничего, ничего, говорит, нормально. У меня, говорит, есть секрет на оружие. А Бас ему со спины такой, и наручь снимай. Он такой, прячь, сука. Ну, снимает наруч, тоже бросает на пол. Вот, собственно говоря. И продолжает про себя думать. Какой-то херовый секрет на оружие. Да, он продолжает про себя думать. Такой, кто же такой-то? Может имперский шпион? Говорит, ну какой смысл ему тут делать, собственно говоря. Да и имперская разведслужба официально распущена. Говорит, хуй его пойми, что происходит. Кто это такой? У Морба, говорит, у Морба таких вроде бы не было пацанов крутых. Говорит, хуй его знает. А Бас, ну, типа, клинок ему перестает упираться в ребра. И сзади голос. А теперь повернись. Очень медленно. И он такой, ладно? Поворачивается. А перед ним с ножом стоит Гоук. Гоуки это, короче, орки Звездных войн. Ну, не орки, короче. Это ксеносы. Они, типа, блядь, два метра ростом, как бы полтора в плечах. Короче, такие задали. Да я сейчас найду тебе картинку. Чего я обламываюсь? Здесь-то, как бы, вы картиночку увидите, а вот. Ну, такие чуваки. А, я, по-моему, даже где-то и видел. Ну, они, по-моему, в военных клонов были. И он такой, типа, смотрит на две головы его выше, возвышается и такой, что тебе нужно от морба? Он такой, так, понять не имею, чем ты, братан? Он такой, не лепи мне. И говорит, извини, экология. Я видел, как ты следил за его притоном последние три дня. Он такой, ну, следил, не следил, три дня, не три дня. Говорит, к чему все эти вопросы? Говорит, а ты вообще кто по жизни? Фраер. А Гоук такой, типа, а ну-ка, лись на кого работаешь. Ну, и Таран смотрит ему, типа, за плечо и такой, что ты смотришь, стреляй в него! Блефует, естественно. Гоук не дебил. Он на это не повелся, как бы, но все равно, типа, рефлекс сработал. И он немножко такой головой назад дернул, и Таран такой, кия! Подбегает и в пузо ему такой, бум! Тот такой, это был плохой урок. Ну, вот, на самом деле он просто его бьет, Таран от него уворачивается, как в Dark Souls начинает вокруг, вокруг него бить, круги вертеть, тот за ним, бить, с ножом. Вот, он понимает, что в ХТХ, скажем так, Гоука он не завалит. До Бластеров до Среда добраться он пока не может, как бы. А тот тоже, как бы, он, ну, достаточно быстр для своих размеров, но все равно, как бы, масса дает о себе знать. Ему тоже непросто. Вот, и в итоге Таран вспоминает прием Бартуха-Барцуха, короче. Он просто обхватывает его за ноги, упирается плечом в ноги, такой, эх, блядь! Пытается завалить его на землю, они в итоге оба начинают падать. В процессе Таран, как бы, блядь, от него отлепляется, они падают на землю. Вот, и Таран вскакивает, бежит к своим пушкам, короче, Гоук вскакивает, бежит за ним. Он понимает, что это его догоняет, он резко останавливается, приседает. Тот запинается об него, короче, перелетает в полет, типа, он падает и дергает ногой. И хорошим таким подкованным ботинком въебал от Тарану, как прилетит, короче, тот просто назад падает. У него харя разбита, короче, кровь отроза тесется, он такой, там, птички вокруг летают. Обалдел немножечко. Вот, и, но в итоге он такой, типа, быстро-быстро проморгался, искр, блядь, из глаз все разогнал. Вот, видит, что Гоук, там, кто же башкой, блядь, какой-то мусорный бак улетел, такой, ой, твою мать. Начинает подниматься, Терен бросается к своему, ну, там, браслету и этому, надевает наруч. Вот, и почему я называю этот наруч комментарий на ютубе, потому что он регулируется, короче, в наручи дротики с различными транквилизаторами и ядами. Вот, то, как Гоук встает, у него разворачивается, Терен направляет на него свой наруч и такой, токсичный 7. Он такой, понял, понял, выстреливается дротик, вот, дротик вонзается в уголок, он такой, ах ты, сука, аж ляпа с него слетает. Вот, он падает на землю и замирает, замирает, собственно говоря, тут наш герой к нему подходит и это, типа, парализатор. То есть голок лежит такой, вот, и терм подходит такой, типа, в эту фигню такой, токсичность 2, в него втыкается еще один дротик, вот, это типа сыворотка правды, он ему по щекам маленько отхлистал, такой, вот, и он такой, эй, говорит, слышишь меня? Он такой, ага, он такой, кто тебя послал, говори, он такой, меня послала республиканская разведка, терм такой, блять, че, говорит, республиканская разведка? Он такой, ну да, я республиканский разведчик, он такой, а какого хрена, говорит, ты тут делаешь? Он такой, я вел скрытое наблюдение за притоном морба, увидел, что какой-то хуй рядом ошивается и решил проверить, вот. Встретились два одиночества. Он такой, а зачем, говорит, за морба, вот, типа, ты следишь, он такой, официальный приказ, часть операции Фромтуга. Террен такой, че за операция Фромтуга? Ну, типа, у них там каждый день бить сотни операций проводятся в разведке, поэтому все как бы не запомнишь, да. Поэтому он не знал ничего об этом, так что, а этот голок такой, типа, что ты со мной сделаешь? Он такой, да расслабься, ты, говорит, ничего я с тобой не сделаю, говорит, мы вообще-то в одной и той же организации, говорит, работаем. Сейчас, короче, говорит, ты уяснешь, через два часа проснешься, башка поболит, но ты ничего не вспомнишь. Он такой, ну, я тогда... И спать лег. Он встает и думает, такой, блядь, что с ней делать-то? Непонятно, говорит, то ли директору звонить, то ли с этим придурком оставаться, то ли дальше своими делами заниматься. В итоге он понимает одну простую вещь. Он такой думает, всегда проще извиняться, чем просить разрешения, говорит. Поэтому доведу-ка я свои дела до конца, а потом уж пусть на меня все кричат. Вот, поэтому он выходит из санного переулка и идет, собственно говоря, по другой санный переулок. Нет, он проходит еще парочку улиц и оказывается на краю небольшой площади, располагавшейся в квартале красных фонарей. Тех самых? Тех самых, да. Тут, собственно, он идет по улице, вокруг, блядина, любой вкус и цвет. Четырех ноги. Все твилеечки, да? Твилеечки, хуечки, люди, ксеносы, как бы там четырехногие, трехногие, с тремя грудями, с двумя грудями, собственно говоря, всякие разные. Вообще, какие-то ктулхоподобные хуевины, там такие, а, мальчик, выходи, посмотри, мальчик, таки. Вот, и, но тем не менее, он опять проезжает, ну, типа, опять над ними проносятся, короче, эти... Малолетние дебилы. Малолетние дебилы на своих малолетних скутерах, собственно говоря. Вот, и он видит в конце улицы небольшое двухэтажное здание, которое, как раз-таки, Морба и принадлежало. По сути, это был такой, типа, стрепуха, бордель, где иногда приторговывали, там, проводили акционы, всяких незаконных вещей. В общем, ничего сверхъестественного, типичная, так сказать, обычная наршадский бизнес. Вот, и план у него был прост. Как бы, что он вообще хочет-то, собственно говоря. Он, ну, до этого мы еще доберемся. Типа, если ему нужно поговорить с Морба, и убедить его отменить заказ на Тифит, на Твилечку, на эту, потому что он объявил, типа, за ее голову награду. Вот, и он такой план, говорит, у меня максимально простой, говорит, мой дорогой читатель. Говорит, я сейчас захожу в этот притон, подхожу к администратору, говорю, хуешь-муешь, вот тебе денежка, отведи меня к начальнику. Он меня отводит к Морба, я ему говорю, так и так, случилось недопонимание, скажи, сколько денег, отмени заказ, порешаем, ну, типа, и разведемся, как в море корабли. Вот, на словах говорит, все хорошо. Вот, он подходит к притону, там стоит здоровенный охранник, этот свинорыл, он такой, типа, «Здрасте». Заходит внутрь, там это, тет-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Все те же самые? Да, те же самые мелодии, кантина большая, как бы, и везде там светомузыка, блядь, неон, короче, вся вот эта херота. Как в этом, в Джоне Вике, помнишь, первом, где он в клуб приходил себя набивать. Ну, в общем, нормально, движуха, там какие-то люди ходят, собственно говоря, но народу, на удивление, оказалось больше, чем обычно, как бы там еще под казино часть первого этажа отведена. Ну, казалось бы, больше, да больше, может, сегодня суббота или пятница, хер его разберет, но и у него кое-что вызвало небольшое подозрение. Люди здесь сидели и ничего не делали, просто чего-то ждут, сидят, очень много, не играют на рулетке, грубо говоря, не лапают баб, как бы там, не бухают, они просто типа сидят и такие, что-то там. Очень интересно. А можно мне еще стакан воды с васидать? Вот, и он думает, ну, вряд ли это все республиканские разведчики в количестве 80 голов здесь собрались под прикрытием, непонятно, как бы, а разведчику, ну, ты его разведчик, что ты его хрен отличишь, как бы, ну, от неразведчика, скажем так. На то и нужен. Ну, да, как бы, собственно говоря, он только думает, да ладно, хуй с ним, мне-то какое дело, меня тут не замочит, я же все-таки, ну, как бы, их кореш, в конце концов. Да, его только что тоже чуть не замочили. Да, да, ладно, и хер с ним. И он идет, собственно говоря, к двери, там стоят два охранника, такие, вот, он к ним такой, пацаны, мне бы туда ворваться, они такие, пошел нахуй, он такой, да что толкаетесь, ты, говорит, где администратор ваш, говорит, позовите меня в менеджера. Вот, приоткрывается дверь, выходит толстый твильяк, такой, а что это вы тут шумите, молодой человек? Он такой, говорит, да, он заранее знал, что этот администратор, его зовут Рерс, и, кстати, он не твильяк, он не имадьянец. Напомню. Не имадьянц, это, которая торговая федерация. Все, да. Где же наши дроидики? Вот этот хуй. Победа. Да, да, да. Вот, и он говорит, чьего вы шумите в нашем заведении? Он такой, говорит, да, у меня-то все просто, вот вам конвертик, мне бы с Морбо попиздить. Он такой, нет. Боюсь, это невозможно. Он такой, в смысле, еще конвертик может? Он такой, нет, Морбо проводит частный аукцион, никаких жуликов, так что, говорит, сидите и ждите своей очереди. И он такой, а, так вот, какого хуя здесь столько народу собралось. Говорит, интересно. И все кусочки пазла у него начинают в голове срастаться, и он осматривает как раз-таки людей, которые здесь, ну, так ненавязчиво, знаешь, отходит, там за барочку садится, и он понимает, что единственная причина, по которой здесь могут собраться столько ублюдков различного вида и качества, как бы, собственно говоря, это продажа рабов, пленников. Скорее всего, пленников республиканских. И он такой, а, так вот, что за операция-то у чуваков, они хотят своих братюнь освободить, ну, как бы, она говорит, наших братюнь, конечно. То есть, короче, все сращивается в одну у него в башне. Да, он понимает, что у Морбо есть пленные республиканцы, и типа, вот эта операция фатунга-тутунга, она направлена на то, чтобы их освободить, судя по всему. И он сейчас только что влез в отлаженную операцию. И такой, блядь. И будет больно извиняться. Да, и говорит, что-то как-то неловко вышло. Говорит, ладно, говорит, задача-то операции освободить пленников. Я их освобожу. И как бы не виноват буду. И он выходит из заведения. А там операция их убить. Выходит из заведения, обходит его кругом. А там, типа, за вот этим двухэтажным, ну, как сказать-то, вот этим общественным местом, есть еще большой склад, ангар, где хранятся всякие товары. Потому что Морбо, как бы, он и торгаш тоже. То есть, там и контрабанда, и обычные какие-то товары. Ну, и бла-бла-бла. И он такой, ага. Ага, смотрит, здание рядом, тоже высокое. И он такой, ну, и заебись. Такой, зик-зик. Вылазят у него какие-то захваты. Присосочки. И он такой, поднимается по стене наверх. Как мы себе, вполне, вот такая красная лампочка, он такой сползать начинает потихоньку. Не, он как бы там это. Он забирается на крышу, как бы, соседнего здания, смотрит ангар, как бы, вот, ну, вот, перед ним. И он, ну, типа, в склад. Он говорит, ну, в принципе, в принципе, если я разбегусь и прыгну, то я, по идее, долечу. Он отходит назад, как Нео в матрице, такой. Верить в себя все получится. Бежит, разбегается, такой, жиранимо, блядь. Прыгает вперед. И как только он отрывается от земли, долетает вот до вершины вот этой амплитуды полета. Мимо. Молодец, дебилы на скутерах пролетают. И один из них просто сбивает его нахуй. Он такой, блядь. Он понимает, что он не долетает до этого, ну, типа, до крыши ангара. Типа, стена эта уже рядом. И он такой... Дым пошел. Короче, в итоге он повисает на одной руке. Она у него вылазит из сустава. Он такой... Пидоры! Они такие, нахуй пошел! Пидор! Да-да-да, улетают. И он такой... Такой, блядь. На трех, короче, этих конечностях оставшихся забирает эту крышу. Переваливается. Такой, блядь. Говорит... Токсичность один. Пст! Ой, блядь. Хорошо. Вправляет себе руку. Отлично. Да уж не знаю, каким образом он сам себе вывих вправляет. Там, по-моему, есть какие-то методики, но хер бы с ним. Нет, там типа можно сажать ее между ног, что-то дернуть. Как-то зажать или как-то упасть на нее. Ну, что-то типа такого. Да вот. Ну, короче, вправил себе. Короче, вправил, да. Зубами поскрипел. У него телефон 80 раз включился и выключился. Ну, вот. И он такой... Нормально. Нормально. А у него еще ебало разбито. Он такой денечек сегодня, конечно, не очень. Ну, он свешивается с крыши, а там небольшое слуховое окно. А он почему через крышу-то решил проникать? Потому что у Марба есть сигнализация, но Марба не настолько багаж, чтобы поставить ее везде. И там окошко слуховое, стеклянное, запыленное, запотевшее. И он такой... Выручку себе отсвободил. И глядит внутрь, собственно говоря. Видит там большой склад, какие-то палеты, какие-то товары лежат. И в дальнем конце тусуются два охранника. Ходят такие... Опять свинолюбить? Нет, там обычные... Ну, уже нормальные, да? Типа более гуманоидные, скажем так. Что-то ходят там с бластерами и что-то охраняют, но там за палетом не очень видно, что. Он такой... А, типа он в окно-то толком не видит. Он такой... Маленький сварочный аппарат. Типа прожег окно. Вот, достает маленький шнур. Такой шнур этот туда загоняет. Пип! Шнур такой... Это маленькая, типа, камера на трубочке. Вот, у него в одном глазу, типа, срабатывает имплант, попередается изображение. Он такой... Смотрит. А там, типа, сидят связанные пятеро пленных республиканских солдат. Там, типа, в оборванной солдатской форме. Пизженные. Причем, они еще прикольные. Они эти... Анимешники их любят. Фури. Короче, это... Я понял, что значит, какой-то... Фури. Да, я забыл, как это называется. Короче, это кошкалюди. А, я понял. Это... Пушистые гуманоиды с кошачьими мордами. Каджиты, блядь. Да, но не они. Ну, не они, но типа они. В этих было в «Войнах клонов». Катары. Очень интересно, ладно. Ну, тем не менее, он такой, ну, окей. Значит, опять сварочная... Ну, типа, все это убрал. Сварочный аппарат. Стекло такое. Он такой... Сюда. Нет, тут, да? Да. Вот руку засунул. Там-то щекол бы, блядь, повернул в далеком прошло-буду. Это самое лучшее. Шпингалет-то, как бы, технологически не изменился. Открывает такой. Туда просклинул. Крадется. Два охранника. Он такой, токсичный, шесть. Охранники такие. Падают спать. Он подходит к пленникам. Те на него смотрят. Такие, он такой, спокойно, говорит, спокойно. Они такие... К ним подходит, такой, типа, все нормально. Республиканская разведка. Все хуйня, говорит, сейчас мы вас спасем. Ну, освобождают их. Говорит, давайте. Задняя дверь, короче. Говорит, а лучше через окно ебошьте. Говорит, там свободно, нормально, выберетесь. Они такие, ну, спасибо. Он такой, типа, блядь, служу республике, вы че? И они тык-тык-тык-тык-тык-тык, ускакали по своим делам. Ускакали по своим делам. Атерн прошелся по складу. И нашел там, получается, в дальней его части, вот, недалеко от того места, где пленники были, там небольшая дверь, которая идет внутрь именно вот этого двухэтажного борделя. Он такой... Идет по своим делам, там коридор красивый. А камер же нет, не существует этого всего. Нет, для слабаков. Коридоры красивые, там красные ковровые дорожки, вся хуйня, золото, балясины, хуясины. Вот. И он просто проходит, доходит до самой большой и богатой двери, которая сделана в форме хата. И он такой, ну, здесь, наверное, Морба и живет. Мик, заходит внутрь и как раз-таки встречается с хозяином казино. Вот. На типичной вот этой лежанке сидит здоровенный Морба. Хат, короче, такой... Вот, вокруг него бегают рабыни-тверячки, там виноград в пасть закидывают, ну, что-то своими делами какими-то занимаются. Вот. И Хат переводит на него взгляд и такой, я же сказал Рерсу, никаких посетителей до начала аукциона. Он такой, говорит, да, это, говорит, Рерс, нормально все, говорит, я там допизделся, говорит, я на пару минут к вам заскочил чисто за жизнь, как бы я в аукционе не участвую, если что. Вот. Так что, великий и могучий Морба, у меня есть очень выгодное предложение. Сочетание неприкрытой лести и посула в день уже как бы могут раскопить сердечко любого хата. И Морба такой, ну, ладно, говори, что там у тебя. Он такой, ну, вот, вот. Вот, вы назначили награду за головы членов Старатионского братства. Говорит, вот, я бы хотел, чтобы вы заказ отменили. И Хат такой, ах, 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 ты опоздал. Я уже кое-кого нанял на эту работу. Он такой, да я как бы не хочу охотиться на них. Говорю, я, говорит, вас прошу, чтобы вы заказ отменили. Ну, типа, кнопочку нажмите и все. И как бы не будет заказа. Вот он такой, нет, невозможно. Братство перевозило спайс через мою территорию, не уплотив пошлины. Думаю, ты в курсе. Он такой, да у меня-то, блядь, откуда знать, я не из братства. Он такой, да, да похуй. Твои друзья собираются улетать из нашего космопорта. Они грузят спайс на свой корабль. Я уже отправил наемников в космопорт. Ты опоздал. Терен такой, блядь. Разворачивается, выбегает из кабинета, бежит по коридору. Выбегает в основной этот зал. Охранники такие, чё, блядь, как он прошел. Режис такой, экип-ферах, ах, он такой, ток-ток, и бежит. Выбегает на улицу, но его не преследуют, потому что, чё, блядь, он же ничего. Да и пошел он их. Да, побежал, да побежал, хрен бы с ним. Вот, и Терен через толпу людей пробивается, бежит по улице и понимает, что до космопорта бежать ему нормально так, на самом деле. Ну, гонда. Летят прям на него, короче, он такой, давай, кто на меня, педики детские. Ну, вот, и они, короче, проносятся прямо над ним, он приседает, там, первый, второй, и третий, когда скутер летит, он прыгает немножко вбок, и просто, как это, как Соня Блейд в фильме, такой, бум, рукой одному из этих малолетних чуваков, короче, бьет по ебалу. Тот падает с этого скутера, приземляется на копчик, ломает себе копчик, позвоночник, несколько внутренних органов и спать ложится. Вот, а Терен такой, да, всё нормально с ним, да, чё ж там, как бы... Вот он прыгает на этот скутер и такой, скутеры и начинает лететь. Два оставшихся молодечных дебила, они видят, что братюню как бы повалили, разворачиваются, начинают его преследовать, вот такие, стой, сука, во времена своей молодости, как бы он участвовал в различных гонках, вообще был бы там молодец, поэтому он такой Виндизель, короче, на минималках, он там всяко разно летает, типа нему там стреляет из бластеров, и он такой, ну кто же так из бластеров стреляет, вот как надо, и он такой, они будут в порядке, вот они будут в порядке, и в итоге он действительно прилетает в космопорт на парковочке, подножечку, пип-пип, спускается, такой пип-пип, вот, поворачивается и бежит в космопорт, видит, что народу много стоит, как бы, и что-то все, ну как-то, ну типа толпа собирается, он такой, блять, неужели я опоздал, ёп, твою мать, вот, он бежит туда, пробивается через толпу, там стоит какой-то хрен, он такой, он такой включает дурачка и такой, мужики, а чего это тут делается-то, вот, и один из чуваков с властянин, с властянин, ты помнишь, как они выглядят? Ну, короче, инопланетянин, какой-то инопланетянин, какой-то инопланетянин, да, Террен ему говорит, что там происходит интересного, а вот там нигде уже любопытно, да он такой, ууу, грязные хацкие делишки, он такой, ну можно побольше информации, я, блять, из газеты Daily Mail, или что там случилось-то, подскажете? Он такой, да я сам не знаю, я же обычный капитан обычного судна, мы тут стояли, никого не трогали, пили латте макеато, прилетели какие-то хацкие наемники с базуками, всех нахуй повыгоняли и остались вот на точке. Теперь мы тут стоим, они все, как бы это, оцепили несколько ангаров космопорта, никого не пускаю, никого не выпускаю, ну, короче, он такой, блять, думает, что делать, что делать, что делать, говорит, надо как-то туда ворваться, ну, как непонятно, говорит, я же один туда не побегу, мне что-то. Там базуки? Там базуки, да, как бы, а если ты не обладаешь толчком силы, как в которой ты, как бы, от них не увернешься, и он такой, блять, что делать-то, что делать-то, что делать-то, такой, блять, 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 и тут в это время где-то в глубине ангара взрыв раздается, он такой, ебать, их там уже пиздят, судя по всему, такой, давай, ты, думай, думай, ты же, блять, умный пацан, такой, мы попадаем в ему голову, как Джимми не тронет, бум, бум, мозг начинает, короче, искрами, там, это, нейроны, вот, он такой, давай, придумал такой, мужики, все пилоты на него поварены, там, местные с космопорта поварачиваются, он такой, да коли, они такие, чего да коли, он такой, там наемники, корабли наши пиздют, а мы тут стоим, а как мы полетим-то, если они все корабли наши повзрывают, и пилоты такие, ну, что, да, хуё так-то, он такой, вот, пойдемте-ка посмотрим, чего они там делают с кораблями наши, может, они там, блять, уже магнитолы все повытаскивали, они такие, да, за магнитолы, блять, и толпа просто, блять, различных пилотов и владельцев кораблей, просто бежит в этот ангар, на террен между ними, и они все забегают, да, 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 и они все забегают на территорию космопорта, забегают на территорию космопорта, а что же будет далее, это мы вам уже расскажем в нашей следующей части. Не, ну, прикольно, вот, ну, это пока такая вводная, то есть здесь пока мало информации, мы только познакомились, по сути, с нашим одним героем. Ну, мне кажется, что он обосрался везде, мне кажется, он обосрался везде. Ну, такой своеобразный. Он в игре-то меня бесил все время, на самом деле, хотя там был вариант как бы с ним замутить. Кажется, террен под хвостик баловался, ну, это не важно, это совсем другая история. Итак, друзья мои, если вам понравилось, лайки, комментарии, пишите, как бы, что думаете по поводу всего этого дела, мы будем это продолжать. Никите, спасибо, что послушал, вот, вам спасибо, что посмотрели, да и, в принципе, что тут еще добавить-то? Спасибо! Да, если не подписаны, подписывайтесь, да, комментарии, в описании, там, по ссылочкам много всего интересного найдете, сайт, бустишь, мусти, там, и прочее-прочее. Ну, а с вами будет The Station, Отч в шляпе, Никита в очочках, Звездные войны, пока-пока. Всем пока! Шляпа, шляпа! Ёпта мать! Шляпа, шляпа! Шляпа! Отлично!